Здравствуйте всем и добро пожаловать в мои джунгли. И вот такая роскошь осталась от лета. У многих уже за окном холодная погода. Уже прошли очень, скажем, холодные дожди, похолодало. И о каких-то цветах за окном можно только мечтать. Но, как видите, опять занесла цветочки, которые у меня стоят за окном. Это петуния. Я говорила, что она выдерживает температуры плюс 4. У нас опускалась вчерашней ночью, вчера до ночи было плюс 6. Видите, ничего она себе прекрасно чувствует. Продолжает цвести. Поэтому делюсь этим кусочком лета со всеми, потому что я уже знаю, у многих холода. Многие уже просто только могут радоваться воспоминаниям своим о том, как они выращивали цветы. Но вот посмотрите, все еще цветет. Вот. Я, как говорила, у нас были холода. Пришли холода. Дневная упала до 14 температура, а вот ночная опустилась до 6. Слава Богу, выдержали. И впереди опять потепление. Я смотрю 21, 23, 22, 23. Вот так, 22, и вот так будет держаться еще какое-то время. Ночные температуры тоже повысятся. Будут где-то 14 градусов. Ну, хотя вот эти еще дни, может быть, ну, пара дней будет немного прохладная. Потом они уже, температура уже поднимется. И вот видите, петуния еще до сих пор стоит за окном. Вот, показываю. Потому что хотелось именно поделиться с вами вот этим цветением, цветочками. Продолжает еще все цвести. Есть еще какие-то у нее не распустившиеся бутоны. Да, вы вроде бы, видите, еще не распускались. Вот, ну, посмотрим. И даже распустился, это распустилось, знаете, она как называется, Турецкая Гвоздика. Вот, видите, последние отголоски лета. Турецкая Гвоздика мне тут распустилась. Вот. Как ни странно, вот этот цветок тоже пережил, видите, листики пыльные, этот цветок Рео тоже пережил вот этот 6 градусов. Ну, может, 6-8 было. Может быть, и 8, потому что мы смотрим температуру, как бы, для города, может быть, в разных участках города она разная. Ну, в общем, выдержала. Они, говорят, до 8 градусов выдерживают. Ну, либо у нас было 8. Не знаю. Вот так, значит, вот так эта петуния моя поживает. Занесла она. Видите, вон, сколько еще завязей. Они еще будут свисти все. Вон еще сколько завязей у нее. И, кстати, у этой завязи, посмотрите, махровая моя петуния. Я вот смотрю, у нее тут свела она в завядший цветочек. Так что, видите, еще завязи, может, еще процветут, если будет стоять тепло. Ну, как же вот это ароматит. Я занесла. Оказывается, знаете, петуния ароматит ночью и утром. Почему-то я днем, когда... Видите, в отличие от орхидеи. Орхидеям нужно солнце ароматить, а эти именно на ночь ароматят. Опять запах духов. Это стоит в комнате. Очень вкусно пахнет. Ну, и что еще? Кстати, вчера смотрела температуры. Представляете, в Нью-Йорке вчера было 32 градуса. Практически везде уже пришли холода, а в Нью-Йорке 32. Прям завидую белой завистью. Ну что, еще из моих позитивных, так скажем, новостей, это помните, и вот буквально на днях показывала, что я купила по очень-очень хорошей оценке. А вот эти... Так, это у нас что? Это у нас не рипсолидопсис, это у нас... на рождественский кактус. И вот я говорила, у него, видите, там завиди оставались. Обычно они всегда отваливаются. Приносишь домой, вот эта разница в температуре, и они сбрасывают цветы. А тут он, видите, расцвел мне. И посмотрите, какой нежный, красивый цвет. Кстати, у меня такого точно не было. Как же я рада, что вообще я их купила. Стояла еще, думала, покупать нет, у меня же такие есть. Оказывается, у меня есть рипсолидопсисы. А вот этих вот шлюмбергер у меня нету таких. А тем более, смотрите, какой цвет распустился. Какая красотень вообще. Вот так вот. У нас дома довольно прохладно. Ну, как довольно? 20 градусов. Слава Богу, 20. Вот, вчера проверяла. Прямо поздно вечером было 20. Ну, и то мы немного замерзаем. 20, как-то нам холодно. Потому что у нас все-таки регион жаркий считается. И непривычно мы. Мы всегда как-то в теплых. Хотя у меня летом все время стояло 27 градусов в доме. Вот сейчас 20 стоит. Вот, поэтому. И то, знаете, я орхидеи не поливаю. Вот, одну проверила. Я ее полила. И смотрю, за три дня у меня ничего не просохло. Включила радиатор. Батарею электрическую. И поставила рядом. Вот она мне греет. И я просушиваю. Кручу ее. И потихонечку. Вот вечерами вот так уже. Вчера просушивала. Сейчас утром включила. И просушиваю. Потому что все-таки как-то... Ну, может, не знаю. У меня градусник неправильно показывает. Почему-то я замерзаю. Ну, 20 показывает. Неужели 20 прохладно? Ну, 20 прохладно, да. И то, знаете, оно прям не испаряется. Вот я смотрю, другие цветы вроде подсушиваются. Почему-то орхидеи. Что-то как-то не испаряется в них. Влага. Ну, влага я всего две полила. Остальные я просто не трогала. Вот. Ну, вот такая красота. Еще хочу поделиться. Смотрите, что у меня появилось. Поехала вообще на рынок. И вот так вот, видите, там у меня в углу стоит китайская роза. И вы знаете, у нас-то пришли холода. И их уже под таким скидком... Там, во-первых, продавали частники, которые дома их выращивают. И видите, она стоит у меня в коме земли. Видите, да? То есть они даже без горшков их продают. Вот такой ком земли стоит. Там как-то, знаете, большей частью глина. Поэтому я думаю, почему у земля... Ну, как бы... Как так? Вот они в пакетах были завязаны. Я думаю, как же так земля-то не рассыпается? Глина. Вот, представляете, как умные они научились выращивать цветы. И экономят на горшках. То есть покупаешь вот с таким комом земли. Но, по сути, это глина. Это не земля. И это нехорошо для цветочка. Что глина там. Надо как-то вот будет земли все-таки, а не глины, в горшок добавлять. И вот она у меня такие завязи имела. Сейчас покажу. Я принесла. Она вся была в бутонах. Вот таких. Вот такие бутоны. Вот так вот. Да, бутончики. Вот. И все в бутонах. У нее тут целая куча этих завязей бутонов. Ну, это, говорю, благочастникам. Знаете, стоила как орхидейка. Но, опять же, я, говорю, никогда дорогие не покупаю. Как я говорю, орхидеи в полцены. То есть я всегда по скидкам беру. Вот точно такая же цена была. И, посмотрите, она мне два дня постояла. Даже день. Вот так вот он начал тихо. Через день он начал вот так распускаться. Он мне выдал вот уже цветок. Между прочим, он уже у меня держится. Вот он мне распустился еще позавчера вечером. Вот уже, получается, вчера вечером сутки были, да, вторые пошли. Вот кто-то, я слышала, говорит, что они недолговечные. Вот проверим. В общем, как бы вам сказать, уже... Нет, все-таки как-то уже два дня он у меня стоит, этот цветок. Уже два дня он у меня стоит. Вот следующий распускается. И вот, смотрите, прям резко пошла она распускать. То есть дома тепло. Они там на улице ночевали. Представляете, там тоже температуры опускались до минусовых. Ой, каких минусовых? До восьми, так скажем, да, где-то градусов. Они у них на улице там стоят, на рынке, где они их продают. То есть они их домой каждый день не увозят. Они вот так ночуют. У них просто в контейнерах стоят контейнеры. Внутрь заносят контейнеры. Может, там чуть-чуть потеплее. Градусов 12. Вот так она пере... И как только вот ее занесла более-менее в тепло, все-таки 20-е тепло, она мне вот так кинулась распускать... Вы представляете, сколько там бутонов? То есть вот участники, конечно, молодцы. Вот так они выращивают в частных домах, потом на рынках продают. Вся в бутонах, вся в завязях. За лето столько бутонов набрала. В общем, я такая счастливая. Честно, очень дешево купила. Везет мне вот на цены. Как-то везет. Вот говорят, кто ищет, тот найдет. Вы знаете, я не такая, что вот я еду специально покупаю. Вот именно я иду и вижу скидку, вот тогда я мимо не пройду. А вот так специально вот покупать по дорогой цене я никогда не покупаю. Вот захотела, пошла по дорогой, купила. Нет, так не бывает. Моя хотелка длится очень долго, пока вот так вот я не нападу, как говорится, на хорошую цену. Смотрите, она вся в завязях. Вот буквально вообще. Смотрите, какая красота. Какой у нас все-таки регион теплый. Что их вот так выращивают. Смотрите, за лето сколько она набрала завязи. Но я уверена, что они у них стояли на улице, выращивались. Иначе бы в комнате такого не получилось. Вот посмотрим, как же у меня она будет чувствовать в следующем году. Ну, по крайней мере, я увижу, смотрите, сколько вообще бутонов. По крайней мере, я просто буду наслаждаться этой зимой, ее цветением. Вот столько завязей прям копаешь и вся-вся в бутонах. Вот так вот, видите, какая красота. Китайская роза. У меня когда-то очень-очень давно была. И вот опять повезло просто. Ну вот, на такой нотке заканчиваю. Всем хорошего дня. Надеюсь, солнышко в вашем регионе покажется. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok